Всем привет! В это передаст нас субботнее утро в студии Детских Вестей. Я Полина Подмарева. Сегодня мы расскажем вам, какой погодой нас порадует в феврале и как можно уберечься от опасного коронавируса. Какой район в Ульяновске самый большой. Но сначала кратко об интересном. Ульяновский эстрадный балет «Оксетон» победила в североссийском конкурсе «Весна священная». Его признали лучшим танцевальным коллективом России. В апреле ребята ждут выступления на сцене Большого театра. И это очень круто! В Ульяновской области продолжается экологическая акция «Каждой петюшки по кормушке». Ее участников может стать каждый. Изготовьте кормушку, повесьте ее на улице и не забывайте, почаще подкармливать птиц. Даже такой теплой зимой, как эта, пернатам очень нужна ваша поддержка. Наконец-то погода начала исправляться. На улице появились первые сугробы. Стало холодать. Надолго ли? Нам расскажет Улада Ключникова. Приятно прогуляться по легкому морозцу. Снег искрится и хрустит под ногами. Свежий воздух бодрит. А зимнее солнышко светит необычайно ярко. Жаль, что эта история не про нашу зиму. Мороз и солнце в этом сезоне нас с собой не баловали. За всю зиму ясных дней было не больше десятка. А снег и вовсе лег только в январе. До морозов же дело так и не дошло. Не дождавшись их, в городе на некоторых деревьях начали набухать почки. Видимо, они решили, что зима в этом году отменяется. Братец Январь, уступи мне на час свое место. Я бы уступил. Да не бывать апрелю прежде февраля и марта. Ну, за мной дело не станет. Ладно, уж и я уступлю. Виной всему теплый воздух, который пришел к нам с самого Атлантического океана. Хорошо, хоть и час погода решила немного исправиться. Впрочем, даже самые холодные дни этой зимы до настоящих морозов не дотягивают. У нас отмечается такая аномалия, что среднемесячная температура у нас превышает норму. Вот в декабре у нас превысила норму на 3-4 градуса, а в январе даже на 10-12 градусов. И 17 января 2020 года у нас максимальная температура днем составила плюс 2,2 градуса, что как раз-таки перекрыло наши многолетние значения. Одним словом, эта зима войдет в историю как одна из самых теплых за последние столетия. Впрочем, впереди еще февраль. Каким он будет? Синоптики готовы точно предсказать погоду только на несколько дней. А вот за более долгим прогнозом нам пришлось обратиться к специалистам от природы. У нас содержится большое количество птиц, и вы слышите, наверное, их голоса. Несмотря на то, что сейчас зима, они поют полный голос. Это значит, что какие-то изменения в погоде все-таки произошли. Судя по их поведению, какая погода нас ожидает в ближайшее время? Ну, предсказать, конечно, очень трудно. Погода у нас сейчас изменчивая. Но, судя по нашим птицам, которые здесь живут, скорее всего, будет ранняя весна. Предсказывать погоду умеют не только птицы, но и домашние животные. Например, если кошка спит, свернувшись клубком и спрятав нос, нужно ждать холодов. Увы, кошки в этом году греться не спешат, и другие питомцы морозов нам тоже не обещают. Аквариум может стать для вас прекрасным метеобюро, а рыбки – синоптиками. Если ваши рыбки плавают на поверхности воды, значит, готовьтесь к ненастью. А если же ваши питомцы роются в песке на дне аквариума, значит, будет хорошая погода. Судя по прогнозу, который мы получили от подводных обитателей, в ближайшее время нас ожидают снегопады. Однако, крепких морозов ждать не стоит. Скорее всего, этот февраль, если поставят новые рекорды, то по теплой погоде. Да, видимо, часто пропускать школу из-за мороза нам в этом году не придется. А из-за карантина? Что там за новый вирус идет, которого все боятся? Как не заболеть, нам расскажет Кира Давыдова. Новости о страшном коронавирусе уже несколько недель не сходят с экранов телевизоров. Все боятся смертельной болезни и готовы уже из-за первого чиха бежать в больницу. По соцсетям ходит масса слухов и страшилок про уханьский вирус. Мы решили развеять главный миф о китайской инфекции. Миф первый. Коронавирусов раньше не было. Существует огромное множество вирусов. Подхватив некоторые, мы их даже не замечаем. Ведь 2019-й НСОВ из Уханя – это лишь один из 40 известных коронавирусов. Впервые они были открыты еще в 1965 году. И до относительно недавнего времени о них никто не вспоминал. Почему о нем так сейчас все говорят? Потому что это новая разновидность тех коронавирусов, которые мы до этого знали. Этот коронавирус, вот эту разновидность мы узнали впервые в конце прошлого года. Поэтому, конечно, тактические лечения и обследования каждого человека, каждого ребенка и взрослого, оно еще не совсем отработано. Распространяется уханьский вирус воздушно-капельным путем. В Китае эпицентр эпидемии заболело уже несколько тысяч человек. Однако на сегодняшний момент уже более ста человек победили опасную болезнь и полностью поправились. Миф-2. Болезнь уже добралась до России. Как мы уже говорили, зародился вирус в китайском городе Ухань. И основная масса больных сейчас также находится в Китае. В стране предпринята масса мер, чтобы болезнь не распространялась. На карантин переведены целые города и провинции. Однако единичные случаи заболевания появились уже и в других странах. В первую очередь это Китайская Народная Республика. А сейчас уже данный вирус выявлен в 17 странах, кроме Российской Федерации. На данный момент на территории Российской Федерации коронавирус не выявлен. Для того, чтобы вирус к нам не пробрался, мы ограничили транспортное сообщение с Китаем и постарались отменить все туристические поездки в места, где есть случаи заболевания. Миф-3. В любой момент к нам могут прилететь заболевшие. Я захожу в здание аэропорта. Меня сразу же проверяет тепловизор. Он находится напротив меня. Он определяет температуру прилетающего. Если же она выше 37 градусов, его сразу определяют в карантин. Это сделано для того, чтобы уберечь планету от вируса. Такую проверку проходят все, кто прибывает в наш город по воздуху. Более того, сначала прилетевший проверяет на борту самолета мобильным тепловизором. Его датчик сразу показывает, не повышена ли температура у туриста и не может ли он быть переносчиком опасной болезни. При выявлении таких больных будет проведено мероприятие, взятое в Москве для исследования. Замерена опять же вновь температура. И уже с данным больным с высокой температурой будут работать медицинские работники. Будет вызвана скорая помощь и отправлена данный больной для дальнейшего проведения мероприятия. Там провести исследование и начать быстрое лечение. Миф четвертый. Насморк – первый признак коронавируса. Как показывают последние данные, для нового коронавируса не характерен насморк или першение в горле. Болезнь на такую сразу сниженных дыхательных путей вызывает бронхит, пневмонию и другие опасные осложнения. Подавляющее большинство случаев, если мы говорим про данный коронавирус, это высокая температура, это более 90% всех случаев. Это так называемые катаральные явления, то есть это боли в горле, кашель и так далее. А фактически определить коронавирус можно только специализированными методами исследования. Поэтому не стоит паниковать, если вдруг вы с утра расчихались. Но и самолечением тоже заниматься не нужно. Обычных простуд и гриппы никто не отменял. Если чувствуете себя плохо, идите к врачу. Только специалист может вам точно сказать, что с вами и как это нужно лечить. Как не заболеть, это соблюдать правила личной гигиены, это мыть руки, это избегать максимально по возможности контактов с другими больными, это избегать мест массовых скоплений людей. Ну, это по большому счету рекомендации для любой вирусной инфекции. Миф пятый. Нельзя есть бананы и покупать вещи из Китая. Еще одно частое опасение – это можно ли получать посылки из Китая, не опасно ли это. На самом деле можно. Так как коронавирус внеорганизм человека проживет не более двух трех дней, а посылки из другой страны доходят до нас гораздо позднее, вирус до нас не сможет добраться. По этой же причине не стоит бояться и бананов, страшилки про которые бродят по социальным сетям, как и других продуктов китайского происхождения. А вот с мясом, рыбой и морепродуктами нужно быть осторожнее. Впрочем, как и всегда, даже и без коронавируса они могут содержать возбудителей самых разных болезней. Поэтому готовить их надо очень тщательно. Подводим итоги. Повоза для паники нет. Закаляйтесь, проводите больше времени на свежем воздухе, и никакие вирусы вам не будут страшны. Специально для детских вестей Кира Давыдова. Главный способ не заболеть – это вести здоровый образ жизни. Кстати, буквально через несколько дней у его сторонних будет настоящий праздник – День зимних видов спорта. Зима пришла на выручку всем любителей зимних видов спорта. Не иначе, как специально к сегодняшнему празднику выпал снег и установилась идеальная погода. Как ульяновцы планируют отмечать этот спортивный праздник, мы решили узнать на улицах города. 1 февраля – День зимнего вида спорта. Как вы планируете его отмечать? Не знаю пока. Но если позволит погода, слава богу, снег у нас нападало, то пойдем в Виннскую рощу в парк. Покатаемся на ватрушках с ребенком с горки и на лыжах. У него будут курсы по химии. Можно прокататься на коньках или на лыжах, так как наконец-то выпал прекрасный снег, и надеюсь, что он не будет прилипать. Какой химии в виде спорта вам нравится? Мне нравится вообще сидеть дома, но лыжи ничего такие. Зимний спорт, зимний футбол классный. У нашего города очень много интересных историй. И очередную нам расскажут ребята из лаборатории мультфильмов. В 1648 году на свободную землю за рекой Свияга конными казаками при строительстве Симбирской черты была основана Свияжская слобода. Которая в 1708 году была переименована в Конно-Подгорную. Зелу и распази сажали пшеницы. Территория постепенно заселялась. После революции появились сельхозартели. В 1931 году в Ильяновск перевели авиационную школу пилотов. Начинается строительство кирпичных домов и заводов. В 1941 году в Ильяновск эвакуируют завод ДИС, который позднее стал называться УАЗ. Район получает название Сталинского. В 1962 году район получил современное название Свияжский. Это самый большой район города, и мы в нем живем! Вот и все на сегодня. Пора нам прощаться. Смотрите нашу афишу и погоду. До новых встреч. Пока! Всем привет! Меня зовут Елисей. Сегодня я вам расскажу о праздниках. День поедания мороженого с утра. Десерта. День жвачки. День убирания гаража. День лифтеров. Заглядывание за спину. День заглядывания за спину – это когда можно увидеть что-то удивительное за спиной. А вот как заглянуть за спину, я сама не знаю. Как сейчас загляну у вас за спину, а там, например, не знаю, что будет в портфеле. Еще есть праздник – поедание мороженого утром. Я все мороженое люблю. Никакое не дай, я любое прям съем. Натуральное мороженое – это как бы должно быть самое лучшее завтрак по луке. Но его лучше много не есть. Потом может заболеть горло. Я думаю, этот праздник придумали мороженщики. Потому что надо с утра поесть полезную пищу. Сегодня день смешных историй и диетских, а не взрослых. Дети любят смеяться, потому что это приносит позитива и уверенности. Мне кажется, что смешной пингвин, он катается на животе снизу. Больше всего в нашей классе любят смеяться дети, когда кто-нибудь падает. 1 февраля – день Робинзона Круза. Мне папа приносил про него детский мультик, взрослый и взрослое кино. Робинзон Круза был отважным, позитивным, никогда не терял надежду. День Робинзона Круза назначен 1 февраля, потому что настоящий человек потерпел крушение на корабле и попал на необитаемый остров. И там выживал. А 1 февраля его спасли. Сегодня праздник, день уборки в гараже. В гараже обычно хранятся разные инструменты. Можно хранить продукты там. В гараже надо убираться, чтобы поменьшалась машина. Затем, чтобы там не было много бактерий и он был чище, красивее. В гараже должно быть уютно, чтобы, например, шашлыки жарить. Наверное, день десерт, а сам десерт придумал. Я люблю шоколадки с орехами. Люблю с клубникой. Ну, булочка такая с дырочками. Потом, я не знаю, ну, типа мороженого внутри и еще булочка. И вот такой и получается. Я желаю, чтобы у вас всегда было дома много-много десертов. Чтобы вы много мороженого ели, но только не перебарщивали. А то будет болеть горло. Ну, и погодка на этой неделе. Не знаю, чего от нее ожидать. То мороз, то метель, то весна настоящая. На этих выходных ничего не будет. Тепло, но облачно. Все на улицу. С вами ваш инструктор по погоде Иван Жигунов. Субтитры сделал DimaTorzok